Здравствуйте, добро пожаловать на канал About Animals. Нет сомнений, что никогда нельзя терять веру и надежду, особенно, если дело касается детей. То, что вы увидите в продолжении этого видео, это важный жизненный урок. Смотрите до конца, будет интересно. Будущие родители Трейси и Джулиан Оствик были очень счастливы, ожидая появления на свет своих близнецов. Но, к сожалению, у Трейси начались проблемы, плацента началась отслаиваться, поэтому малышки родились раньше срока, на 26 неделе. Это вызвало у одной из них тяжелые проблемы со здоровьем. Когда маленькая Эмбер появилась на свет, врачам пришлось провести экстренную трахеотомию, так как девочка не могла дышать. Чтобы спасти ее, необходимо было сделать небольшое отверстие в горле, через которое воздух мог проникнуть в легкие. Это спасло ей жизнь, но вызвало тяжелые последствия, так как были задеты связки. Она онемела, что стало тяжелым ударом для всей семьи. Кроме того, у девочки был церебральный паралич, ее конечности не могли нормально двигаться, так как мышцы не отвечали на сигналы, поэтому у девочки были проблемы с координацией. Родители не знали, что делать, чтобы улучшить состояние малышки. Но однажды, когда девочка подросла, знакомый родителей посоветовал им терапию животными, которая подразумевала общение Эмбер с питомцами. Начав исследовать эту тему, родители выяснили, что существует приют с ослами в Бирмингеме, работники которого занимаются подобной терапией. Супругам было нечего терять, поэтому они отвезли малышку в это место. Когда они приехали, им представили маленького ослика Шоки. У него была тяжелая судьба. Волонтеры приюта нашли его на одном из полей в Ирландии. Несчастное животное, умирало осел, лежал на земле с веревкой на шее, его шкура была покрыта язвами и ссадинами, видимо над этим поработал его хозяин. Жизнь Шоки была ужасной и жестокой. Но прошло уже несколько лет, как его спасли и поселили в этом приюте. Ослик научился не бояться людей, быть спокойным и ласковым, так что он был готов к работе с детьми, нуждающимися в его помощи. В тот день, когда Эмбер и Шоки в первый раз увиделись, между ними мгновенно установилась прочная связь, ослик склонил голову, а девочка обняла его. В следующие дни Эмбер стали учить забираться на ослика. Каждый раз, как они были вместе, это казалось чем-то волшебным. Девочка была очень счастлива со своим новым другом, ослик подталкивал Эмбер к движению, и она становилась все сильнее, и даже смогла двигать ногами и делать то, что раньше казалось совсем невозможным. Смогла самостоятельно ходить. Наконец-то для ее родителей забрежил свет, они были очень благодарны этому приюту. Нет сомнений, что никогда нельзя терять веру и надежду, особенно, если дело касается детей. То, что вы увидите в продолжении этого видео, это важный жизненный урок. Смотрите до конца, будет интересно. Будущие родители Трейси и Джулиан Оствик были очень счастливы, ожидая появления на свет своих близнецов. Но, к сожалению, у Трейси начались проблемы, плацента началась отслаиваться, поэтому малышки родились раньше срока, на 26-й неделе. Это вызвало у одной из них тяжелые проблемы со здоровьем. Когда маленькая Эмбер появилась на свет, врачам пришлось провести экстренную трахеотомию, так как девочка не могла дышать. Чтобы спасти ее, необходимо было сделать небольшое отверстие в горле, через которое воздух мог проникнуть в легкие. Это спасло ей жизнь, но вызвало тяжелые последствия, так как были задеты связки. Она онемела, что стало тяжелым ударом для всей семьи. Кроме того, у девочки был церебральный паралич, ее конечности не могли нормально двигаться, так как мышцы не отвечали на сигналы, поэтому у девочки были проблемы с координацией. Родители не знали, что делать, чтобы улучшить состояние малышки. Но однажды, когда девочка подросла, знакомый родителей посоветовал им терапию животными, которая подразумевала общение Эмбер с питомцами. Начав исследовать эту тему, родители выяснили, что существует приют с ослами в Бирмингеме, работники которого занимаются подобной терапией. Супругам было нечего терять, поэтому они отвезли малышку в это место. Когда они приехали, им представили маленького ослика Шоки. У него была тяжелая судьба. Волонтеры приюта нашли его на одном из полей в Ирландии. Несчастное животное умирало, осел лежал на земле с веревкой на шее, его шкура была покрыта язвами и ссадинами, видимо над этим поработал его хозяин. Жизнь Шоки была ужасной и жестокой. Но прошло уже несколько лет, как его спасли и поселили в этом приюте. Ослик научился не бояться людей, быть спокойным и ласковым, так что он был готов к работе с детьми, нуждающимися в его помощи. В тот день, когда Эмбер и Шоки в первый раз увиделись, между ними мгновенно установилась прочная связь, ослик склонил голову, а девочка обняла его. В следующие дни Эмбер стали учить забираться на ослика. Каждый раз, как они были вместе, это казалось чем-то волшебным. Девочка была очень счастлива со своим новым другом, ослик подталкивал Эмбер к движению, и она становилась все сильнее, и даже смогла двигать ногами и делать то, что раньше казалось совсем невозможным. Смогла самостоятельно ходить. Наконец-то для ее родителей забрежил свет, они были очень благодарны этому приюту. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.